За последние сутки еще у 97 североказахстанцев диагностирована коронавирусная инфекция. В больницах региона на сегодняшний день лечение проходит 456 человек. О текущей ситуации в области рассказали на брифинге региональной службы коммуникации. Большинство инфицированных людей в регионе старше 50 лет. 199 человек, заразившихся КВИ, дети школьного возраста. Чтобы предотвратить распространение вируса, на всех пограничных постах ужесточены правила въезда в нашу область. С 6 октября по 1 декабря через пункты пропуска на автомобильной границе Российской Федерации прошло 29 770 человек. Из пеших пассажиров со справками прибыло 8034 человека. 1871 человек прибыли без справок и были помещены в карантинные стационары. Выявлено 185 человек с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. 232 гражданам въезд был запрещен. Иностранным гражданам, так как у них отсутствовала справка о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 сроком 72 часа. В среднем за сутки в областные стационары поступают от 35 до 70 человек. И примерно такое же количество выписывается. В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 26 человек. Лечение на дому получают 2000. По сравнению с первой волной КВИ североказахстанцы чаще стали обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов ОРВИ. Работают мобильные бригады. Их у нас по области 98 в городе 42. Сейчас мы для улучшения качества оказания медицинской помощи на блатанном уровне провели неоднократное обучение с участием министерства, научных центров, инфекционных центров провели неоднократное обучение специалистов. Сейчас у нас медицинские работники более правильно стали выбирать тактику ведения больного лечения. На сегодняшний день 8 североказахстанцев подключены к аппарату ИВЛ. С начала карантинных мер регион закупил 212 аппаратов искусственного дыхания. Ожидается поступление еще 40. К слову, северный регион по количеству заболевших продолжает пребывать в красной зоне. В завершении брифинга спитеры в очередной раз напомнили о соблюдении элементарных санитарных правил. Кирилл Потемкин, Аселю Разбаева, Служба новостей.